Снег, ветер и почти нулевая видимость. Коротко о погоде в Москве. Это всё арктический циклон. В городе объявили жёлтый уровень погодной опасности. Шедший почти сутки снег убирали 150 тысяч работников коммунальных служб. Вместо утреннего кофе лопата. Те, кто выбрал поездку на метро, не прогадали. На дорогах пробки вместе со снежными заносами выросли цены на такси. После этого снегопада сугробы стали самыми большими с начала зимы. Их высота примерно 40 сантиметров. Меньше, чем за сутки. В Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков. И температура тоже бьёт свои рекорды. Утром плюс, вечером минус. Такие температурные качели. В прямом смысле – головная боль для метеозависимых. Московская погода ветрена, как капризная девушка. И такой характер во многом из-за интересного положения. Город находится на географическом стыке сразу нескольких направлений. То, что мы видели после Нового года, как раз за то, как арктического воздуха был. С другой стороны, у нас с западной Европы, когда циклон качает оттуда тёплый воздух, а там у нас гастрим, деконтрасты за счёт именно воздушных масс. И погода разошлась не только в Москве. В Татарстане снежный циклон. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут не силово конкретное. На дорогах гололёд. На трассе М-7 «Волга». У посёлка Шали столкнулись пять десятков машин. Пострадали три человека. Едем по дороге на Челны, по встречке. А дорога вон закрыта. Гащик сам направил на встречку, говорит, езжайте. Движение на федеральных трассах М-7 и М-12 ограничено. Там многокилометровые пробки. Снежный буран захватил в заложники тысячу водителей. Отрезал Татарстан от соседней Чувашии. Тем, кто оказался в плену, помогают сотрудники ДПС, спасатели и волонтёры. Они приносят людям воду и еду. Этот снегопад в Татарстане рекордный за последние пять лет. Снега так много, что у коммунальщиков не хватает рук. За лопаты берутся все, кто только может. Выпала больше половины месячной нормы осадков. А ещё потеплело. И синоптики не исключают. Скоро пойдут ледяные дожди. В пензе не подтолкнёшь, не поедешь. Водители буксуют в снежной каше. Из-за метели и сильного бокового ветра движение фуроавтобусов ограничено на федеральных трассах в Ульяновской области. Хорошо стоим. Конца и края не видно. В Нижнем Новгороде, прямо под стенами Кремля, на дорогу сошла снежная лавина. К счастью, обошлось без пострадавших. Вот хороший такой, задувалово, что попутную машину не видно. Так что сидите все дома. Сильный снегопад превратил Сахалин в один большой сугроб. Видимость на дорогах меньше 30 метров. Штормовой ветер до 25 метров в секунду обрывал линии электропередачи. В Санкт-Петербурге циклон Фарима намел рекордные сугробы. Их высота 45 сантиметров. Кроме снега принес с собой и низкое атмосферное давление. Изменение климата, это не означает, что температуры везде равномерно будут повышаться. Но это вот не так как раз. Настоящий ледниковый период в Казахстане – холода за 30. Пока на севере крепчали морозы, на востоке бушевали метели и бураны. В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области власти ввели чрезвычайное положение. Без связи, без света, без ничего извне. Трактора, которые идут на помощь с Маркоколя, дойти к нам не могут. Потому что большой снежный покров. В Баткенской области в разгар зимы распускаются деревья. Прямо как в сказке 12 месяцев. Только вместо подснежников – миндаль и абрикос. Несмотря на выпавший снег, температура на юге Кыргызстана держится выше нуля. Темненький, коричневый, да? А крас у него – это фани. Весна в январе стала настоящим испытанием для животных Ереванского зоопарка. В Армении этой зимой температуры превышает климатическую норму на 7-10 градусов. Хищники плохо едят и никак не могут впасть в спячку. Рады такой погоде разве что обитатели африканского континента. Если будет слишком уж тепло, это уже будет немного не так приятно для животных. Потому что собьются биологические часы. Жарко не только животным. По подсчетам ученых, уже через 6 лет рост глобальных температур превысит порог, установленный Парижским соглашением 2015 года в 1,5 градуса Цельсия. Документ подразумевает и ограничение выбросов парниковых газов в атмосферу. Климатическая история – это смена ледниковых и межледниковых эпох. Мы живем, вот наша вся цивилизация, межледниковая. Влияние человека, воздействие, увеличение углеродосодержащих веществ в атмосфере, приводит к тому, что наряду с ожидаемым похолоданием наблюдается антропогенное потепление. На извержение вулканов, солнечная активность, смещение материков, изменение геомагнитного поля человек повлиять не может. А это все, по мнению специалистов, тоже влияет на температуру Земли. В 23-й год оказался в Северном полушарии самый жаркий за 100 тысяч метров наблюдения. Вот сейчас климатологи говорят, опасения о своем. В 24-й год может оказаться в Северном полушарии еще более жарким, чем в 23-й. Мы же в замкнутой колбе, наша планета, космический корабль. Если где-то что-то испаряется, значит, где-то это должно выпасть. И чем сильнее испаряется, сильнее будет выпадать. Дмитрий Барбыш, Ольга Соловьева, Михаил Карерин и Леонид Шаталов. Программа «Вместе».